И Кваксильвер у нас будет ранить эту прекрасную игру. Не менее великолепный Коверт Маффин, прекраснейший человек, будет комментировать. Маффин правда великолепный человек, мы с ним когда Войси пообщались просто, я не знаю, приятнее ни с кем не имел вообще контактов. Он как-то комментировал мой ран на одном субсидантном марафоне. Приятнее этого рана я наверно ничего не вспомню. И готовимся. Через три, две, одну мы стартуем игру. Поехали. И сразу же нас погружают в гигантское количество мувмент техник в этой прекрасной игре. Мы будем часто умирать специально для Death Warp. Можно поговорить о механиках, о механиках этой игры. Слева сверху вы видите температуры нашего робота, а также вы можете заметить там здоровье. Когда вы видите, что наш робот оверхитт, как что называется, перегрузился, перенагрелся. Это случается, когда мы часто используем ability, способности свои. Наш робот не может использовать способности, когда он перегружен, когда он перегрелся. И это означает, что нам нужно манипить, очень жестко контролировать наши температуры. Так что не забывайте охлаждаться чатом. Иначе вы станете дееспособными. И частенько вы сможете видеть, что раннер выходит и заходит в комнату. Это происходит для того, чтобы непосредственно восстановить себе температуру. В данный момент мы видим первого босса этой игры. У него будет несколько фаз. В основном все босс-файты в этой игре проходят примерно по одной и той же схеме. У них будет две фазы. И они примерно будут кричать каждый раз. И тем временем мы подняли первый айтем в этой игре. Магнит, который позволяет нам коннектиться к стенам. Прыжки по стенам это тоже важный момент в этой игре. И мы делаем дезворп. У нас есть инфинити-Edge. Чипs are this game's equipables, much like charms in Hollow Knight or badges in Paper Mario, depending on what generation you're from. This chip that I'm picking up, Infinity Edge, gives you a 10% chance to critical strike, dealing double damage. But some dev comedy, the percent chance is a lie. By 10, he means 12. So the game actually lies in your favor to make your crits seem a little bit more impactful than the run. And Covert, at this point I've done a couple of these funky little double damage. Очень интересная механика. В этой игре есть, насколько я понимаю, критические атаки, которые происходят, как игра говорит, с шансом 10%. Что смешно, так это то, что на самом деле шанс 12%. И игра врет игроку, чтобы, видимо, заставить игрока чувствовать себя более удачливым. Это, кстати, неплохая такая психологическая практика повышения самооценки. Или повышение, улучшение настроения, когда тебе говорят, что у тебя шанс на крит 10%, а на самом деле он 50% там. Ты критуешь каждую вторую атаку и думаешь, что ты очень крутой и везучий. Такое вы куда-нибудь знаете, какие-нибудь мультиплеерные игры по типу Hearthstone, или где еще там куча рандома, чтобы тебе завозило, когда ты в тельте. Игра детектит то, что у тебя повышается там температура, и ты обезжираешься на нее. И такая, ладно, давайте рандом повышу. И у нас второй босс-файт. Который мы заскипали. Да, я долго слушал, почему у нас нет босс-файта. Хотя мне сказали, вот у нас второй босс-файт. В общем, там был немножко фреймперспектный скипоз, из-за чего мы просто полностью избежали босс-файта. Допустим. Извините. Извините. Я не знаю даже нигде вот этого насущного метроидвания буквально лет пять назад. Вообще, ну типа, я знаю, что метроидвания очень давняя история. Очень много метроидваний, в принципе, создано. Но вот именно прям метроидвания, метроидвания. Ну не было такого. А сейчас? Оно вообще везде. Переродил жанр. Ну не, Hollow Knight, безусловно, великая игра. Ну может так и есть, может так и есть. Может быть с Hollow Knight все началось. Я точно помню Boom Power, я точно помню Hollow Knight. И сейчас просто, ну началось куча. Вот просто отовсюду столько и слышишь метроидвания. На самом деле очень, очень хороший жанр. Вспоминая ту же самую древнюю, тот же самый древний Соттон. Я случайно в него как-то поиграл, когда я попал до Кадаку в квартиру. Он всех заставляет поиграть в Соттон. Иначе он... Лучше вам не знать, что он делает иначе. И поиграв в Соттон, я понял, что это достаточно-то вообще-то интересная игрулька. Но, я не знаю, для меня, я морально молод. Слишком молод морально, чтобы играть в морально устаревшие игры. Пускай это может быть и не так, по вашему мнению, я слишком зумер. Соттон. Мы также имеем 25$ от Каббачкорда, который говорит, «А маленькая донация, чтобы уважать невероятные дуческие мемы». Тем временем мы катаемся на одноколёсном велосипедике, что очень мило. «Не поверите». Очередной разработчик игры, который помогает спидранерам спидранить свою игру. Потому что прямо сейчас раннер рассказал о том, что разраб вышел на контакт, точнее раннеры вышли на контакт с разрабом. И попросили его сделать спидран патч доступным. Ну, не спидран патч, а патч, на котором он спидранит, я имею в виду. А в Симе, на что он любезно согласился. Да, тем временем у нас происходит боссфайт. Просто заспамливаем бесконечным количеством атак. Не, ну боссфайты тут, конечно, не уровня Холлоу Найта. Уж извините меня. Тем временем мы получили новую обилку, которая позволит нам кататься в шарике. Тем временем мы делаем дезворп очередной. Кто-нибудь считал, сколько мы дезворпов сделали? Всего за ранн 9. Ой, если сфокусироваться на голой седога, я слышал, это плохо кончается. Люди жаловались, что они теряли семьи и работу, просто сфокусировавшись на моем голосе. Если вы готовы, конечно, рисковать, если вы рисковали, то я не могу вас остановить. Вы сможете сбежать на стороне дезора, чтобы скопить анимацию, чтобы получать сфокусирование. Но это только 5 секунд. Мы только что получили устойчивость к огню, насколько я понимаю. Возможно, я чуть-чуть перепутал. И зашли в анимацию специально в форме шарика, чтобы заскипать анимацию того, как мы получаем себе апгрейд. Тем временем у нас босс-файт. Я надеюсь, вам понравился этот босс-файт. Мы забрали себе рычажок для лифта и теперь мы дезварповимся очередной раз. И так как мы сейчас находимся в огненной локации, мы постоянно перегреты. Из-за чего мы не можем использовать нашу способность слайда. Напоминаю, что способность слайда, она нагревает нашего персонажа, как только он нагревается до максимума. Наш персонаж не может делать слайды. И мы через инцинератор. Ну, хорошо, Парк. Это, правда, страшнейшая часть для меня, когда я играл. О, Рог Левесе, кстати, я очень много играл. У меня на игры на часов, наверное, 90. При этом я не спидранил тогда. Я просто играл. Это великолепная игра. И у нас сейчас особо ничем не будет происходить на экране, поэтому можем почитать донатики. Донатики, естественно, зачитывать на оригинальной трансляции. Здесь происходит только кринши деграда... Великий комментарий от Дог Митса. Тем временем мы себе взяли тот самый микротелепорт, о котором я говорил до начала рана. В очередной делаем раз Death Warp. Комбинируя этот дэш вместе с превращением в шарик, мы можем набирать очень большую скорость. После чего мы уже можем забрать спокойно себе Power Bomb для того, чтобы подрывать разные... Ну, как вы в данный момент можете наблюдать в этом случае Пол. И у нас босс-файт. Электрон — это наш первый создатель. И файт с ним очень консистентный. Он там кучу всякой гадости делает, которую мы запросто просто эвейдим. И файт с ним — это просто находиться рядышком и наносить урон. Естественно, эвейдя различные атаки его. Очень простые. И после того, как мы убиваем создателя — это так зовут нашего босса — мы должны посмотреть катсценку, где нам душа этого прекрасного босса переходит в меч. Но если мы умрем в момент того, как непосредственно должна проиграть катсцена — мы просто скипнем эту катсценку. На самом деле катсценка удивительно много времени занимает. Но благодаря очередному дезворку мы спокойненько её можно проскипать. Да, Дугмитс перегрелся. Слишком много дэша и сделал. И тот самый крюк-кошка легендарный. Абсолютно уникальная механика для любого Metroidvania. Нигде раньше такого не видел. Используя способности, которые тебя в горизонтальной плоскости перетачат с одного края игры до другого. С одного края уровня до другого. Вообще, великолепная идея пришла разработчикам в голову. Я прям шляпу снимаю. Единственное, что к стене не обязательно цепляться. Было бы прикольнее чуть-чуть, если прозрешили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эк, я. Я не наношен вину. У нас любит бесконечного дунка. Но в первую очередь, один еще раз. Уинственно, я получил еще один плюс damage в данном срегле. Я скучу и прекратлю все же в безопасности. И мы тут немножко лишнего дэмэджа получили, поэтому сейчас похилимся, потому что босс в конце этого стейджа, этого уровня, немножко опасный. И только что мы видели небольшой клип, который на самом деле... Ура! Мы только что попали в кольцо баскетбольное нашим персонажам. На это на самом деле собрали около 2000 долларов. Мне кажется, или Микоразиум никого не обманывал? Тем временем у нас босс файт. Нет, для того, чтобы кидать нашего персонажа в кольцо баскетбольное. Я чуть ли не сказал тэчдаун, но потом я вспомнил, что это из другой игры. Тем временем у нас следующая фаза босс файта. И очень напряженный босс файт. Без шуток этот босс файт начинает уже поднапрягать. И неплохо, неплохо, прекрасно получилось. Тем временем даже, даже, могу сказать, что похилившись, мы только что засейвили кучу времени, потому что мы получили 2 атаки за босс файт. Соответственно, у нас смогло быть 2 хп. Но, так как мы похиливались, у нас 3 хп, и мы выжили на 1 хп. Математика, чат. Математика с дугмитцем. Раз, 2, 3. Тем более. Тем более, я бы, значит, просмотрел. Блин, нифига себе кору, да? А в 50 лет можно иметь девушку все еще. Клево. Я больше не боюсь стареть. Вау. 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 Тем временем у нас просто сыпят бабками на донатах. Уже несколько тысяч долларов во время рана залетела. Талантливый, смешный, лучший. Ай-гд-кю-хайп. Реал-так, я очень рада, чтобы вы ходите на гд-кю. И вот еще один последний хайку на дорогу. Хей, чат, не забывай. Ай-гд-кю. Вау. 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 Никак не связано с тем, что мы находимся в аду. Ладно. Заводик каком-то. В принципе, одно и то же. Тем временем третий крейтор. Третья фаза этого босса. Чуть-чуть полегче чем второй. На второй фазе он может выбрать рандомно одну из трёх атак. И мы хотим видеть одну атаку из трёх. Возможно нам повезёт. Это не про меня. Нормальная атака пойдёт. Не лучшая не худшая. И конечно же самая плохая атака происходит. И тем временем мы вновь делаем Death Warp. Вновь для того чтобы скипнуть кат-сцену. Поглощение от души босса в меч. И в очередной раз мы скипнули кат-сцену открытия врат и смотрим на финального босса. А не поверите, финальный босс это четвёртый создатель. Разработчикам было очень не очень делать разные модельки боссов. Поэтому зачем делать разные, если можно одну и ту же просто пересмотреть. И это находится в ласт файт. Это босс в файт. Ласт овый. Финальный босс. Черт. Смотрите это что, это спидран так работает. Только начали смотреть игру, а она уже закончилась. Представляете себе? Это же сколько можно такими темпами смотреть игр. И очень скоро будет время, потому что мы только что победили босса, остались на одном хп, но главное это победа. И это будет через немножечко. Очень скоро. Это не лопата, это меч. Это не шовл найт. Меч. Разные вещи. Я же понимаю, вы там лопатой можете убить и мечом, но давайте... Не это самое. Не давать дизайнфы. Джиды. Джин-джин. Джин-джин. Огромное спасибо. Огромное спасибо ранеру за прекрасный ран. Огромное спасибо Каверт Маффину за прекрасные комментарии. Огромное спасибо КДК за такую прекрасную игру, принятую на марафон. Хайку Де Робот. Приятно познакомиться. Приятно было посмотреть этот прекрасный ран. Надеюсь, вам также приятно было насладиться этим прекрасным раном. Надеюсь, вам понравилось послушать мой нудный голос под эту прекрасную игру. К счастью или к сожалению, мы ее больше не увидим на этом марафоне, но никто не говорит то, что мы не сможем ее увидеть больше никогда. Кстати, да, есть большой шанс, что на канале раннера вы сможете увидеть эту игру почаще, чем раз в год, а может быть и в два, а может и больше никогда на игрока не будет хайку до робота. Кто знает, так что не знаю. Мы же больше не услышим тебя на этом марафоне. Конечно же услышите. Конечно же услышите ЛКю, как же я могу оставить вас без порции кринжа ежедневной. Всем огромное спасибо за просмотр этого прекрасной игры. Следующая игра у нас с Тони Хофт.